Добрый вечер, дорогие друзья! Добро пожаловать в проект Гурская Среда. Мы с вами продолжаем изучать хумаж в этих вот изданиях, страничках 163. Пожалуйста, берите. В прошлый раз мы говорили о том, что дочку Якова, Дину, ее изнасиловали. И ее два брата, если кто помнит, то пошли, они за нее отомстили, Шимон и Леви, и перерезали весь город. И вот мы на этом остановились. Сыновья Якова прошли среди убитых и разграбили город в расплату за бесчестие своей сестры. Они захватили их овец, коров, ослов и все прочее, что было в городе и поле. Они забрали как добычу все их имущество, всех их детей, жен, разграбили все, что было в домах. Яков сказал Шимон и Леви, вы навлекли на меня беду, вызвали ненависть жителей этой страны. Хананеев и Березеев. Мы малочисленны. Если они соберутся, нападут на меня, то я погибну вместе со своей семьей. Теперь то, что Яков говорит, в метражах если это было, вот бутылка вина есть, ты на нее смотришь, а она как бы чистое вино. А если вот так ее взять, начать трясти, то... Осада дома. Аминь. Там начинает подниматься осада. И начинает... Кстати, если ты сказал прият дома, то тоже вышел. Почему? Потому что все, что растет на дереве, оно тоже растет на земле. А если наоборот, и на картошку, например, сказал боро прираец, то нужно еще раз говорить проху. Да. Не, ну ты же сказал, но наебу там прира дома. Нормально. Теперь... Как с вином, да? Вот Яков говорит, вот мы пришли, в общем, Ханане и все народы, которые жили в земле, знали, они знали, что потомки Авраама, его внуки и правнуки, они придут и эту землю захватят. Но они думали, пока они там уйдут в рабство, в чужую землю, пока они там в Египте проведут 200 лет с лишним, пока они выйдут оттуда, это еще 3-4 поколения пройдет, ничего, нормально. Наши внуки будут с этой проблемой иметь дело. А мы пока поживем спокойно, что нам волноваться. Но когда они узнали, что Шимон, Левит, целый город перерезали, они говорили, все, началось. Мы думали, это через 200 лет будет, через 300, а оно уже началось, евреи начали захватывать землю. Мы не можем позволить себе быть порабощенными, позволить себе быть выгнанными с этой земли, позволить себе быть перерезанными. То есть мы должны собрать войско и начать ответный удар нанести, начать войну с ними. Хотя Яков было у него, сколько там, 11 детей на этот момент было, мальчишки. Ну, у него были слуги, да. У него была просто семья, а сколько, может быть, их было человек 50, может быть, в лучшем случае. Медраж рассказывает, что те, кто выжили из этого города Шхема, они убежали в город, который назывался Топо. Там был царь, его звали Ишвик. И они ему рассказали, что пришли два сына Якова, два подростка, перерезан весь город. Он не поверил, что это за чушь унесет. Что два мальчишки, 13-14 лет могут такую сделать. И он послал туда разведчиков, разведывательный отряд, узнать, что на самом деле произошло. А когда они пришли, они говорят, действительно, вот как вот эти очевидцы сказали, как все и было. Город весь в руинах, всех женщин детей забрали, весь скот забрали, там камни на камне не остались, все, говорят. Весь город действительно на них не везет. И когда Ишвик это услышал, он так разозлился, он говорит, вау, надо всех... Он послал гонцов по всему земле Киноанейской, я сказал, надо этих евреев проучить. И собрал десятитысячную армию, десятки тысяч армию, и они пришли воевать с Яковом. Окружили его со всех сторон. Яков послал гонцов к Ицхаку, к своему отцу, сказал, вот таково дело, молись за нас, блядь, сейчас, наверное, от нас, может быть, ничего не останется. Ицхак начал за них молиться, послал еще своих слуг, весь отряд, сколько-то, сто человек. В общем, все шло к войне. И вот тут Яков, то, что Тора нам говорит, Яков возмущается, он говорит, вы навлекли на меня беду, посмотрите вокруг, посмотрите на все это войско. Вызвали нервы жители этой страны, Киноаней впереди, мы малочисленные, нас посчитать можно по пальцам. А если они соберутся и нападут на меня, то я погибну вместе со своей семьей. То есть, в конце концов, Свишин сделал такое чудо, начали эти короли советоваться, цари, и страничка 163. И они начали советоваться со своими советниками, советниками говорят, ну что, ни в коем случае не смейте их трогать. Вы знаете про отец Абрам, его Немрод, величайший воин Немрод, его взял вот так вот кинул в печку, говорит, что тут происходит, Абрам ничего, говорит, он не сгорел, он оттуда рушил живот, говорит, их братья, их Яков, говорит, он у Лавана был, Лавана ему ничего не смогли сделать. Их, а, их праматерь Сара, говорит, они когда были в Египте, фараон, говорит, величайший, говорит, из владык в регионе, говорит, пытался ее взять силой, говорит, у нее не получилось. И Сеушний его поразил болячками, и тогда они начали ему рассказывать, говорит, и сейчас, говорит, посмотри, его два сына, говорит, целый город перерезали. Ты тоже, говорит, их там 11 этих пацанов, они нам такое устроят. И они ввели в их, так сказать, разум сомнение, посадили, вот это зерно сомнение, они стояли, думали, нападать или не нападать, решили не нападать. И дальше мы сейчас увидим, что Всевышний вложил в их сердце страх, что они побоялись нападать на Якова. Окей, поехали дальше. Кто-то доброволец хочет, кто-то читает. По-русски? Да. По-русски читаем. Да. И вот, но ответили они. Но те ответили. Разве можно обращаться с нашей сестрой, как с продажной женщиной? Глава 35. Да, они ему сказали другими словами, что... Бог сказал Якову. Мы не можем такой пример дать другим людям, что с еврейских действий, можно просто воровать, просто можно их насиливать. Говорят, мы должны были показать, что это один раз случилось, больше такого не повторится. Чтобы все вокруг узнали, что эти такие вещи ненаказуемы, не проходят. Так это каждый раз после террористического акта. Натальяву говорит, мы сейчас всем покажем. Засылают отряды там, бомбят газу, там заходит в Азбек. Ну, примерно идея такая, что нельзя с террористом, нельзя давать послабляться. Нужно отвечать силой, чтобы они знали свое место. Встань и иди в Бей-Эль, поселись там и воспринят там жертвенник Богу, который явился тебе. Когда ты бежал от своего брата Эсава, сказал Яков своей семье и всем, кто был с ним. Удалите с чужих богов, какие у вас есть, очиститесь и перемените ваши одежды. Встанем, пойдем в Бей-Эль и воздвигну там жертвенник Богу, который ответил мне в день моей беды и был со мною на том пути, которым я шел. Они передали Якову всех чужих богов, какие у них были, и серьги из ушей. Яков зарыл все это под вязом близ шхема. Ну-ка, о чем тут говорится? Что происходит? Он все пленники, которые он взял. Вы знаете, не про пленников, говорится про... С Турканом. У кого он собрал кольца, я не помню. У сынов, у его детей, у своих сыновей. Ему, бог ему говорит, иди в Бей-Эль и построи мне жертвенник. Вы помните, когда Яков уходил, убегал от Эсава, он остановился именно в Бей-Эле, когда ему сон приснился, лестница поднималась. Там он на следующее утро проснулся, сказал, бог, если ты мне дашь еду, чтобы кушать и одежду одевать, если я возвращусь в эту страну целой невредимой, я тебе даю клятву, что я на этом месте принесу жертву. И что я все, что от меня благословишь, я десятую часть делю, десятину. И сейчас Яков свою клятву и поспондот, он ее отложил, выполнение этой клятвы. И поэтому комментарии говорят, что отчасти почему у него все эти проблемы, то, что эта стычка с Эсавой, что он вынужден перед ним унижаться, и говорит, я твой слуга, ты мой господин, то, что стычка с ангелом Эсавой, то, что ему повредили там ведро, то, что его дочку сейчас изнасиловали. Эти все проблемы Митраж говорит из-за того, что он свое обещание не сдержался. У него была возможность пойти сразу в это Бетель и принести жертву, и сдержать свое обещание, он этого не сделал. И говорят, говорит нам тоже, что когда человек делает обещание, он как будто себе создает новую митцину. Вот у нас есть 613 завтракей, да, там, не кушай свинину, одевать филин, да, много раз так есть запреты, есть повелительные. И когда человек говорит, например, я обещаю, я клянусь, что я не буду кушать кетчуп, для него вот этот кетчуп становится такой же запретный, как свинина. То есть получается, что 14 завтрак. Для него выполняется еще одна завтрак. То есть он своей речью может создать такую новую реальность духовную, что она на уровне завтракей сторо поднимается. И поэтому, когда Яков сказал, я клянусь, что я принесу жертву, он, это такая сильная вещь, клятва, что каждый раз, когда он ее откладывал по каким-то причинам, против него на небесах появлялись обвинительные, как бы, приговоры, которые он монетестрицал, да, которые вылились из насилования, ладошки, из-за встречи с Саввом, унижения, брака с ангелами Саввы и так далее, а? Посмотри, вопрос. Клятву. Он дал клятву. Он же не сказал, когда, в период, когда. В принципе, он не нарушит свою клятву. Ну, в общем-то, да. Допустим, когда ты на Рошашина выходишь на наемке культуры, ты сказал, то есть до следующей Рошашаны ты должен заплатить то, как ты сказал. Да. То есть это уже как бы не клятва, это уже определенное. Есть. А когда он дал клятву, он же не дал определенного срока на эту клятву. То есть здесь Всевышний, получается, не прав, по отношению к нему? Я понимаю суть твоего вопроса. Нет, ну это как бы существо, это шутка. Всевышний прав во всех своих путях. Хасидр, буль-масаб, и прав, и, так сказать, добрый во всех своих стезях. Теперь надо, во-первых, я, честно говоря, не знаю все законы клятвы, есть очень много законов, которые я не знаю. То есть, наверное, значит, на каждом клятве есть определенный... Есть трактаты Талмуда, Мишны, и своды законов, Рамбам, которые это обсуждаются. Я лично никогда это не учил, так, очень поверхностно там вся. Но оказать его изнасилованием дочери, страшно. Смотри, например, я знаю то, что если человек не выполняет свою клятву, то он может потерять свою жену. Например, есть такое, да, в Талмуде приводится, что человек, который дал клятву и не выполнил, и он, и могут, так сказать, его лишить все супруги. Я вам расскажу такую историю, интересно. Был один богатый мужик, и у него была проблема куча с семейным счастьем, так сказать. Шарламбат не было. Постоянно ссоры были с женой. Он говорит, я так работаю с утра до вечера, она мне даже один ужин нормально не сделает. Я прихожу одетый, в пижаме ходит, не знаю, кто, прическа, когда на улице ходит, красиво одевается дома. Вообще, как она со мной разговаривает, меня все в городе уважают, только на нем. В общем, хотел уже с ней развестись, и не знал, вообще не знал, куда деться. Пришел к Рабиев. Вот этот человек, он был очень тоже скупой. Он даже в синагоге обещал, вот нарушена, обещал дать дедаку, и там что-то не давал. В общем, очень скупой был. Постоянно к нему приходили люди из общины, бедняки просили деньги, а он был богатый. И Рабиев просил деньги для синагоги, для ешипа, копейки давал. Он, говорит, пришел к Рабиев, так и так, Рабиев, проблемы с женой. Не знаю, что с ней делать. Вообще, моя бабуля бы задушил ее. Боюсь, грех на душу брать. Он говорит, ну хорошо, я тебе помогу. Ты знаешь, в Талмуде написано, что каждый, кто берет на себя клязву и не выполняет, он похоронит свой жуткий. Он говорит, вот сейчас шаббат будут продавать эти аль-от. Он говорит, перебей всех на торгах. Скажи, да, я там все по тысяче долларов даю, ты скажи, сто тысяч долларов. И скажи, недра, я обещаю, что вот я дам на синагогу. И все, и потом просто не давай. И говорит, ты сделаешь публичную такую клятву, такое обещание. И потом не будешь давать. И все. И она говорит, сама собой. Тебе даже не нужно, говорит, ее души будет, она сама собой укокошится. Не, мы решили. Он говорит, ну вот, ну интересно. Говорит, и синагога меня будет все уважать. Скажет, о, такой человек, такой щедрый человек, да, и от жены избавлюсь. Говорит, раби, говорит, ха-ха, говорит, идеальный план. Говорит, только, говорит, сделайте доброе дело, пожалуйста. Говорит, вот ей останется там буквально месяц-два. Говорит, ну, отнесись ей по максимуму к ней хорошо. Да, вот, ты знаешь про себя в своей душе, что вот она вот скоро в любой день умрет. Говорит, уйдет, отнесись ей, говорит, как будто она самая лучшая жена. Как будто она королева. Носи на руках, говорит, делай комплименты, приноси цветы. Говорит, покупай подарки. Все равно она скоро ее не будет. И все, говорит, все, твои проблемы закончатся. Говорит, ну, ладно, говорит, раби ради вас будет сделать. Приходит домой, такой доволен, с таким вот букетом розыск. Говорит, дорогая, говорит, я дома. А она говорит, что случилось? Габелина, говорит, рассказывай, что случилось. Он говорит, ничего, просто я люблю тебя. Она такой, вау, ничего себе. На следующий день приходит, открывает такую коробочку, там это колье. Она такой, вау, даже. И все, она так думает, ничего себе. Меня так муж любит, а я так себя по-свински веду. Он приходит, она ему наготовила чебуреков и там, и хуегуст и все, что-то такое. Полный накрыл стул, он сидит, такой, вау. Говорит, давно я чебуреков не кушу? Он сидит, а ворает. На следующий день она говорит, что еще мужу сделать. Он приходит, она ему сразу тапочки подает. Она говорит, садись за стол, стаканчик водки. Он говорит, мы же не пьем там, как тебе. Тебе можно. Короче, проходит месяц, идет рыбай на улице, встречает этого мужчину. Он говорит, радый, говорит. Говорит, я не знаю, что делать. Он говорит, в смысле, говорит. А оказывается, у меня жена такая хорошая. Я не хочу, чтобы она умирала. Такая колова должна самому. Да, 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 какой-то мультик. Говорит, я не знаю, что делать. Он говорит, ну какие проблемы? Говорит, брат, у тебя есть выход из положения? Нет, нет, нет. Говорит, выполнил свою клятву. Только и вы, может, такую вилку предоставить человеку. Либо заплати, либо... Вот такой вот оказался мудрый Рабиб. А ведь на самом деле ты же говоришь, что есть... Клятву не выполнил, да? Теперь, по поводу сроков. То, что этих говорит, Яков, в конце концов, выполнил свою клятву. Просто не сразу. Наверное, какая-то была отсрочка, какое-то время было. Просто мы забываем, что даже самое худшее, что делает нас Богу, будет самым лучшим. В конце концов. Даже самое худшее, что случилось с Яковом в данный момент, даже то, что потом случилось с Йосефом, при ловхмесении всего Израиля. Конечно. Йосеф – это вообще такое имя, все сложно. Это то, что Джозеф сказал, что вы думали меня продать, вы думали мне сделать плохое, а Бог уже меня посылал в Египет быть там властем. Спасти весь мир. А что, на тебе большая миссия? Теперь, Яков, смотри, есть еще один такой нюанс, что у праведника, у Всевышнего праведника, там другие совсем стандартные. Более сколько? Намного строже. То есть, если обычный человек, может быть, он бы вот так не наказывал серьезно, но к Якову совсем другие были требованы. Так же, как и Моисеев, так же, как и всем праведникам. Это поучительный пример, наверное. То есть, из нас всех ты самоответственный. Поехали, Доч. Все шишки перевел. Яков взорыл все это, подвязан к земле, и они отправились в путь. Жители окрестных городов были объяты страхом перед Богом. О, ты знаешь, жители окрестных городов были объяты страхом Бога. Перед Богом. Всевышний послал на них вот этот страх, чтобы они не поднимали руку. Юра Станцович, вот если Яков уже чувствовал, что проблема царина подходит, почему Яков не попросил Сафа прийти на помощь ему и объединиться? Да. И Саф самый первый танцевал бы на его похоронах. Даже после всего того, что случилось, Саф им не испытывал ненависть. Это было, мы обсуждали, это была или показуха, то, что он его поцеловал, или он его хотел прокусить ему ушей, а Бог ему не дал, или по-другому мнению, что это было действительно sincere, это момент был такой, это был мимолетный момент. То есть, есть консенсус, есть, никто не спорит, что Исаф ненавидит Якова. То есть, до конца жизни он ненавидит его. Поэтому Исаф не мог обратиться, сказать, помоги мне. Исаф сказал Богу, слава Богу, Якова, хоть чужими руками лучше его убрать, чем своим. А, ты что, повторяйте меня, скорее всего. Да, это хороший вопрос, отличный вопрос. Я не отправлюсь. Жители окрестных городов были объяты страхом другого и не погнали за восстановление Бога. Яков пришел в Уус, что в земле на Анской, он же Бейт-Эль, пришел он сам и весь народ, который был с ним. Он построил там жертвенник и назвал это место Эль-Бейт-Эль, ибо там ему отбылся Бог, когда он бежал от своего брата. Вот, в том же месте. Понимаешь, он много лет спустя оказался в том же месте, и он принял жертву, и там поблагодарил с его стиму. Умерла двора кормилица Ривки. Ее похоронили ниже Бейт-Элья под дубом. Этот дуб назвали Элон Бахут, дуб плача. Окей, я вам сейчас скажу, что это за информация такая, что-то рассказал. Умерла кормилица Ривки, кто как Ривка? Жена... Чья жена? Яков? Нет, у Якова четыре жены. Ой, а Ривка это сестра, это... Это была чья-то сестра, чья-то дочь, чья-то мать. Сестра Алабана. Это мать Якова, это жена Итхака. Теперь, сейчас нам Тора говорит, что мать двора умерла двора, Менеки и Тревка кормилица Ривки. Что это за информация такая? До этого мы вообще про нее не упоминали, двора такого персонажа не было у нас до сих пор. Кто такая двора? Зачем нам знать, что она умерла? Нам же никто не сказал, что она родилась там, где она жила, чем она занималась. Непонятно вообще, правда? Теперь, что тут говорится? Это то, что вопрос Раши задает, Рамбан задает этот вопрос. Эли лифиши Амра, Ривка, Али Яков? Вишеллахте, Малекартих, Миша. Когда Ривка отсылала Якова, говорит, убегает своего брата Исава, она ему сказала, когда все уляжется, все успокоится, я пошу за тобой и тебя оттуда заберу. Это второе написано. Это глава 27, 45 посудка. Шалха двора. И Раши объясняет, кого она послала. Она послала вот эту свою няньку, свою карминусу, вот этот двор. Она послала их куда? В то место, откуда она сама родом была. Если вы помните, Ривка была родом из-за Арама, вот этого арамейца. Потом она эмигрировала в Израиль. Своего сына Якова послала туда, к брату, к Лавану. И, соответственно, ее кормилица, с которой она оттуда пришла, она была местная, она была из-за Арамейка. То есть она ее отправила в родные места, она там побывается, и заодно за братья Якова. Арамея это сегодня что-то? Да? Это Ирак, наверное. Это Ирак, может быть, Иран немножко. Это Шатамейск нашим арамейским языком, который был описано только. Что? Убить отношение к арамейскому языку. Арамейскому языку, да. То, что на котором Талуд написал арамейский язык, это они говорили на этом языке. Когда царь Ассирии напал, Мелагашур Санхелиф пытался нападать на Иерусалим, он послал посланца Равшакеева из города. Слит, это что-то было? Это очень мало, но это что-то было. На арамейском? Да. Я в Москве очень много ребят не купил. А, да. У нас был, со мной учился парень из Ирана. Он говорил, помимо фарса, он говорил, что в его регионе они говорили на арамейском языке. То есть он Талмуд не изучал никогда до этого, но он понимал немножко. То есть там разные диалекты. Теперь, когда Санхелиф послал делегацию в Иерусалим... Мы были в Среднике, Раве, в Москве. В Среднике, где есть? Среднике, в Среднике, в Среднике. Там большая община не было. На арамейском? На арамейском. А, и они говорят на арамейском? А сирийский же не ивреи. Не, не ивреи. А вот эти Менах Ашура, ассирийский царь, он не ивреи был, Санхелиф. Он послал делегацию в Иерусалим. В Иерусалиме тогда правил царь Хискияф. Хискияф был один из самых праведных людей. Он даже, по некоторым мнениям, более праведный, чем Давид Амена. Чем царь Давид был. Он мог быть машинхом. Там говорят, что у него был большой потенциал. И он пришел туда, этот Равшакеп, посланник ассирийского царя Санхелифа, пришел туда и начал богохулить Всевышнего. Он говорит, выдумать, ваш Бог вас спасет. Он говорит, никто перед царем Ашура не устоял. Никакие боги, никаких наций их еще не спасли. Ваш Бог вам поможет. И те, кто вышли с ним переговоры вести, они говорят, говори, не говори на иврите, говори на арамейском. Мы понимаем, потому что элита понимала этот язык, а простые люди не понимали. И он продолжал говорить на иврите, чтобы люди в Иерусалиме слышали, что он хотел подавить общий боевой дух. Он всем сказал, у вас ничего не получится, мы вас разгромим, лучше сдавайтесь, вы будете голодать, мы вас порвем в хрухлых прахах и так далее. То есть, в общем, как мы тогда ушли, я не помню, но это двора, умерла эта двора, женщина, она была кормилицей Ривки, Ривка ее послала, по мнению Раши, в Арам, к Лавану, чтобы забрать Якова, как она обещала, она говорит, я прошу кого-то, когда все тихнет, чтобы тебя забрать. А почему это место назвали местом плача? О, теперь комментарии говорят, на самом деле умерла не только эта кормилица, умерла еще сама Ривка. Ну, про Ривки смерть не говорится в Тории. Только говорится про смерть ее кормилица. Почему не говорится про смерть самой Ривки? Да, правильная женщина была. Одна из четырех праматери была. Как она вообще про нее? Такая важная женщина, но про нее не говорится вот такого. Сара, Рахель. Да, про Сарова говорится, как она умерла, про Рахель, вот следующий эпизод говорится, как Рахель умерла. А про Ривку не написано, как она умерла. Кстати, про Лавану тоже. Ну, про Ривку сейчас в данном моменте идет разговор. Может быть, раз они пришли туда, по месту, Бог ее тут брал. Окей. Вот, Яков так и не увиделся со своей матерью. Он когда вот шел обратно, он ее не застал жить. Она умерла, а как получилось? Якова рядом не было, да? То есть, кто ее хранил? Вопрос вот. Вот она умерла, кто ее хранил? Нет, не Якова. Кто? Якова не было рядом? А вообще нет, его детей тоже нет. А кто? Его детей с ними были? Все с ними были. Исаак тогда получается. Получается Исаак, правильно. А Ицхак ее муж тоже живой был? Джозеф, как думаешь, Ривку кто хранил? Получается, что сам Исаак не понравился, если она первого раньше? О, чем Бенхас логически рассуждает. Во-первых, Якова рядом не было. То есть, Якова, его сыновей, любимого сына Якова, она с самого детства его любила. И у нее было пророчество, что младший будет править над старшим. Она понимала, что Яков вот этот избранный, да? Она и эти шкурки ему... Она его побила на благословение украсть. То есть, это любимчика ее не было. Он был далеко. Ее внуков, соответственно, по Якова стороне тоже не было. Ее муж был слепой. Ицхак был слепой. Он не мог организовать похорон, не мог выйти даже из дома толком. Получается, ее хоронил Исаак. Грешник, злодей. И когда на похоронах был Исаак, получается, люди шли, говорят, о, такую правильную женщину хоронит вот этот негодяй. Говорит, проклятая чрева, которая его вынесла, проклятая грудь, которая его скормила. Так вот люди поговорили. Поэтому, чтобы этого не произошло, ее похоронили ночью, чтобы никто не сдал. То есть, такой великий человек, у него были хуфраны совсем не подобающие. И по этому тоже нам не рассказывают, даже об этом это опускается даже по методу. Это эпизод, видимо, опустили, чтобы вообще не упоминать, и ничего не об этом никак. Рамбан говорит, что даже Исаак ее тоже не хоронил. Потому что он ее ненавидел. Почему я ее ненавидел? Потому что из-за нее у него украли первородство. Но он его продал. И, окей, это другой вопрос. Продал, не продал. Но по факту он и хотел брата убить. И ненавидел. И, скорее всего, говорит, свою мать, наверное, ненавидел. И поэтому, наверное, Исаак тоже ее не хотел охоронить. Ее вообще, скорее всего, похоронили соседи хитинцы, которые не евреи вообще были. И тоже похоронили ее с единочей, чтобы не было позора такого. Теперь понятно, почему она поплачет, потому что на какой-то момент ее не было похоронено. Семьи, что может быть хуже, когда ты умираешь или нет, только рядом с собой, пока они с Семьи. Это правильно. Алон Бахут, причем слово Бахут, это подразумевает с собой множественное плач. То есть не один плач, а плач, место плачей. И, то есть, мало того, что они оплакивали вот эту кормилицу, когда они еще узнали, что Яков узнал, что его мать умерла так, и так было практически как обстоятельства под коронином. Это место, где потом Иерусалим? Нет. Это где-то рядом с Бейтелем. Бейтелем. Но пророчество-то было. Хорошо, Брус. Это интересная аналогия, то, что ты сейчас проводишь. По некоторым мнениям, действительно, Бейтелем – это Иерусалим. Шара, Шамай, мы там находились, куда там и без. Там Яков спал, там… Поэтому, может быть, действительно, получается, что она под Иерусалимом, вот это место, Алон Бахут. Алон Бахут. Хорошо. 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 Сегодня остановимся. Раби, Ханай, Небанакаш, Омер. Оцарь, Кадож, Браво, Небанакаш, Омер. Оцарь, Кадож, Браво, Небанакаш, Омер. Почему, не М crap « bleейтелем»…